Танцуй, будто тебя никто не видит. Пой, будто тебя никто не слышит. Выражай свое мнение, как будто тебя кто-то об этом просил. Итак, сегодня мы поговорим о мнении. В полуденную жару отец, сын и осло путешествовали по пыльным улицам города. Отец восседал на осле, мальчик вел у осла за узбечку. Вдруг они услышали гневный крик. Что это такое? Ты сидишь на осле, как король? А бедный мальчик со своими маленькими ножками еле-еле успевает за вами. Посмотри, как он устал, как тебе вообще не стыдно. Отец принял его слова близко к сердцу и, повернув за угол, посадил мальчишку на осла, а сам пошел рядом. Сделав пару шагов, они услышали опять гневный крик. Да что это такое? Ты, молодой, крепкий, сидишь на осле, а твой отец, старый мужчина, еле бредет за ослом. Да посмотри, как он устал, как тебе не стыдно. Мальчику стало стыдно, и он попросил отца сесть с ним. Отец тоже сел на осла, и тут же они услышали крик какой-то женщины. Да что это такое? Два лентяя сидят на осле, а бедное животное, у него уже прогнула спина. Он что вам, диван? Слезьте с него? Отец и сын слезли с него. Сделав пару шагов, они опять услышали крик. Люди, посмотрите на них. Что это за дураки такие? У них есть осел, но они вообще не знают, для чего он. Они на нем ничего не везут, и сами на нем не едут. Сколько людей, столько и мнений. Мы никогда не сможем угодить всем. Поэтому делайте то, что нравится вам. И не слушайте никого. Ну и бонус для тех, кто досидел. Хаим, я слышал, вы женитесь. Как вам ваша будущая жена? Ай, сколько людей, столько и мнений. Моей маме нравится, а мне нет. Будьте счастливы, друзья. Бывайте счастье. Бывайте счастье.